приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова давно меня не было в эфире уже наверное месяц я не снимала видео и последние наверное две недели стали люди писать мне на почту уже и под видео последним которое было на канале лена куда пропала что случилось не нужна ли вам помощь пожалуйста отзовитесь и я уже не могу долго молчать хотя еще не совсем здорово но решила включиться пообщаться с вами поговорить я в этом году не поздравляла вас с новым годом с рождеством и так далее вот наверное потому что не было настроение когда нет настроения ничего не хочется делать и конечно каких поздравлениях можно говорить в таком состоянии поэтому вы уж меня простите год у меня закончился и так скажем начался новый не очень хорошо но надеюсь это будут так скажем самое неприятное переживание самое неприятное уже случилось надеюсь дальше все будет хорошо значит своих проблемах своем так скажем нездоровье и всех этих подробностях я не хочу рассказывать на канале потому что знаю что меня смотрят не только люди которые посочувствуют и помогут но и мои недоброжелатели поэтому я не буду озвучивать дабы не доставить такое удовольствие последним не дать повод лишний раз порадоваться вот такая злая эгоистка ну а те кто сочувствует кто переживает кто пишет мне на почту ну так скажем близким приятельницам и подругам я конечно же рассказала что случилось и думаю что этого достаточно всем остальным добрым людям хочу сказать не переживайте действительно сейчас все хорошо все налаживается в общем где-то включусь я уже так скажем канал заработает по полной феврале месяце когда мы с будем заниматься каким-то творчеством но а пока сейчас пока я не совсем выкарабкалась из фазы нездоровья будем общаться вот такими болтологическими видео какими-то влогами так скажем ни о чем о жизни о жизни повседневной что происходит у меня в нашей семье в общем пока как-то так чтобы совсем не забрасывать канал потому что уже больше месяца нет видео как-то удержаться на плаву поэтому будет так у меня здесь коты бегают поэтому вы может быть слышите какие-то посторонние звуки а вообще хочу сказать что вот эти все испытания в жизни даже самые неприятные вот 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 у нас гонки они наверное для чего-то нужны я расценила вот эту свою неприятность эту свою болезнь наверное знаете как организм дает какие-то звоночки но мы же часто не обращаем на это внимание и как-то забываем о своем организме а его нужно любить и поэтому наверное вот этот звоночек так скажем последнее китайское предупреждение это наверное было сделано господом для того чтобы я наконец-то обратила внимание на свое здоровье и ну как-то что-то делала начинала двигаться в сторону улучшение здоровья здесь вот под королевским ковром у нас моника спит он очень любит забираться туда и очень любит спать ну потому что это очень приятная вещь которой я очень-очень довольна кстати наверное и канал весь этот месяц держался именно на вот этом одном видео которое ну наверное попала в топ там по моему больше 200 тысяч просмотров и вот за счет этого видео держался канал на плаву я смотрю и подписчики почему-то растут хотя я месяц не выпускаю видео ну и аналитика канала как-то не совсем упала в ноль а вот до сих пор идут комментарии до сих пор идут письма о цене даже есть заказы но сразу отвечу я пока заказы друзья не принимаю у меня есть пару заказов на вот этот королевский ковер но пока по состоянию здоровья больше я никому не буду обещать что свяжу на заказ нужно с этими двумя заказами разобраться ну и вообще понять смогу ли я еще это повторить ну я думаю что все будет хорошо и все наладится со временем дальше будет видно мне очень приятно что вам понравилась эта работа работа на самом деле шикарная не побоюсь этого слова но я очень довольна конечно мнение разделились там есть и не очень хорошие комментарии кому это не нравится и я просто блокирую этих пользователей но мне не нужен негатив на канале я как человек как бы поступаю сама вот если мне что-то не нравится у кого-то на канале я просто прохожу мимо но не опускаюсь до каких-то гадостных комментариев в сторону блогера я понимаю что вкусы у всех разные вот поэтому зачем зачем вот это выставлять так скажем зачем человека обижать там или что-то писать просто проходите мимо не нравится вам и как бы идите дальше с миром вот поэтому всех таких выскочек я просто блокирую и на этом все и даже не вдаюсь в эти подробности правильно я сделала или неправильно может быть не нужно так жестоко у меня разговор короткий вот теперь по поводу здоровья вот то о чем был последний так скажем звоночек китайское предупреждение я поделюсь своими мыслями с вами ну а для начала помните эти снежиночки которые висели на окошке вот сейчас исполняют роль вот такой салфеточки тоже было много комментариев и грубые снежинки и вообще это не практично и зачем это не буду тратить на это время друзья я же не заставляю никого вязать вы же сами выбираете свой путь свое творчество не вяжите но зачем вы об этом пишите вот просто не могу никак это понять вот еще одна снежиночка вот такую салфеточку я еще свяжу чтобы было и на вторую тумбочку под вот тут светильничек тоже буду вязать все это будет в феврале вот ну а сейчас давайте все-таки поговорим о здоровье теперь давайте о новостях хороших я покажу как я взялась за здоровье сейчас это не реклама это королевский подарок от моего любимого лёши ко мне к новому году вот такой дистиллятор воды опять ну думаю предполагаю что будут сейчас комментарии что дистиллированную воду пить нельзя и так далее друзья пишите как говорится бумага все стирки ну всем выбор за вами я для себя сделала вывод что фильтры очистки которые мы покупаем и вот эту очистку которая под раковину там устанавливается вот эти пластмассовые такие колбы четырехступенчатые шестиступенчатые и так далее это все ерунда самая чистая вода дистиллированная вот такой вот дистиллятор фирма китфорд вот написано лёшик покупал на озоне стоил он 7800 но там разная цена они конечно тоже разные дистиллятор есть и подешевле и подороже но мы выбрали такую среднюю ценовую категорию не знаю сколько он прослужит сломается буду будем покупать другой вот через три часа работы этого дистиллятора получается 3 литра воды вот здесь клуба на 3 литра воды заливаю я туда чуть больше четырех литров вот получается там три три с половиной литра воды через три с половиной часа если три с половиной литра три с половиной часа работает он вот и я все готовлю на дистиллированной воде варю компоты во первых я щас сижу на диете у меня все четко вареная пареная печеная но ни в коем случае не жареная там не копченая никаких никакой колбасы никакого каких сосисок сардель и так далее даже дорогой колбасы так скажем все это в прошлом сейчас молочные продукты вот все что я себе позволяю что нельзя так скажем сейчас мне это употреблять это жирное молоко вот домашнее молоко мне возит мужчина из-под коровки она конечно очень жирная но в этом я себе отказать не могу вот а так строгая диета вот там стоит банка вот посмотрите на эту водичку какая она получается вот она действительно как слеза она и по вкусу совершенно совершенно другая если вы попробуете чай там далее отказалась от кофе теперь пью только цикорий мне лёшик покупал и чай и компоты все никакой газированной воды в последнее время я на нее очень подсела я ее покупал просто упаковками и пила только неё а вот это и нельзя так было и делать вот значит вчера я открыла чайник сейчас же заливаю туда просто дистиллированную воду ну и чайники естественно было так скажем не очень чистый то есть с налетом там я как могла почистила но до конца все не очистила так вот друзья я вчера открыла чайник я просто очень сильно удивилась дистиллированная вода очистила чайник представляете насколько она сильная и как она очищает ваш организм вот для наглядности сейчас я вот здесь открою крышку здесь вода ну так скажем я ее подогреваю вот в этом небольшом такому тазике и это для посуды у меня сейчас нет горячей воды вот все беды как-то сразу навалились сломался котел ну как сломался накрылся теплообменник вот сегодня должен прийти теплообменник на озоне вот дочечка сходит получит мне и завтра вызову мастера и мастер поставить теплообменник и будет в общем горячая вода сейчас котел работает так скажем на одном контуре только на отопление горячей воды пока нет сейчас вам покажу что у нас творится за окошко посмотрите какие сугробы снега зима очень снежная морозная и такие так скажем большие качели я имею ввиду по погоде то плюс то минус вот сейчас у нас минус 3 а ночью будет минус 19 представляете себе минус 19 и что хочу сказать я вот уже скоро месяц будет как я употребляю эту дистиллированную воду и я не выпила ни одной таблетки от головной боли после того как отработает дистиллятор я его чищу каждый раз и не знаю может быть когда-нибудь вам покажу что там вообще остается после того как выпаривается вот эта дистиллированная вода какой там осадок и что там вообще происходит это конечно кошмар здесь вода по сравнению с московской но если сравнивать мне она очень нравилась на вкус но когда я после покупки дома почистила унитаз именно внутри там там был очень сильный известковый вот этот налет то есть это говорит о том что вода жесткая сейчас вот приостановлю видео мне нужно вам это показать я вот не знаю увидите вы вот этот тазик смотрите что творится видите и это здесь вода не кипит я ее просто подогреваю это все и посмотрите что сейчас я вот так вот зирусу это все посмотрите какая муть и вот это все друзья мы пьем конечно как может не болеть голова как могут не образовываться камни там желчном и в почках и так далее вот от такого качества воды это просто какой-то кошмар представляете что можно уже говорить о котле и от теплообменники который там стоит вообще лёша говорит лента теплообменника это ну такой расходный материал фильтр я вообще не представляю я не знаю меня ли тут его в этом котле или нет ну я думаю что не меняли вот я вообще не представляю как он отработал еще столько времени с шестнадцатого или семнадцатого года по-моему этот котел стоит в общем вот 2 700 стоит теплообменник наверное тысячу где-то его установить вот завтра буду вызывать мастера кому интересно вы найдете видео по поводу дистиллированной воды на ютубе очень-очень много этих видео что еще из новостей и планов у нас здесь как-то отключали свет но это было наверное еще до моей вот этой болячки где-то наверное в ноябре месяце в общем не было света около 8 часов морозилка в холодильнике там у меня лежали лежала морковка натертая замороженная в общем все пропало я сразу не кинулась туда смотреть ну во первых на улице был плюс тогда некуда было ее спрятать в общем все плесенью взялось и мы выкинули и вот с лёшиком недавно мы обсудили тему что нужен генератор но у нас будет не генератор такая специальная станция которая может работать более восьми часов если нет электричества потому что друзья если отключат электричество на восемь часов то котел у нас электрический а если на улице минус двадцать семь как в этом году то вы сами понимаете что это такое так что вот будем покупать эту станцию которая полностью будет питать дом вот электричеством на время его отключения напоследок покажу вам какие у нас лежат сугробы вот и здесь уже не чистится снег в общем я поняла что снег но это как тепло для воды вот здесь вот у нас перемерзала вода она идет вот здесь подполом я считаю что это неправильно надеялись на теплые полы теплые полы перестали работать и у нас здесь на пару часов перемерзала вода поэтому вот здесь будем пускать воду чтобы трубы шли в доме они подполом вот это вот ну еще о наших планах которые предстоит сделать алешек уже потихонечку готовится вот специальные ножницы которые режут вот эти вот трубы отопления я не знаю биметаллические или как они называются вот в коробке сварочный аппарат именно для этих труб для пластика этого в общем весной или летом будем переделывать что манька вылез до вылез так что друзья рассказала вам немного о себе конечно все карты не открыла не переживайте все сейчас у меня хорошо все налаживается завтра будет еще лучше на этом я с вами буду прощаться всех обнимаю всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока